Ладно, не будем загадывать, может быть я это что-то добавлять в итоге не буду, а я уже такая сказала. Всем привет, ребята, с вами снова я, Маша, добро пожаловать на мой канал Zoom Slime. Сегодня мы с вами будем изменять слаймы, которые просто как вода, вы посмотрите на них. Я была в шоке, когда я их нашла на своей полке, типа, come on, они вообще, они даже не похожи на то, что они растаяли. Такое чувство, что в контейнерах находится какая-то вода. Я вот этот слайм немножко потрясла сейчас, не знаю зачем. В общем, здесь отделилась отдельно, вот видите, какой-то порошок и отдельно идет вот такой вот слой. Вот если сейчас послушать, это реально как вода, я его не буду сейчас сильно трясти, чтобы там все это не перемешивать, не смешивать. Ну и здесь, в принципе, такая же ситуация, отдельно какое-то оранжевое нечто. И отдельно вода водится, как говорится, мне бы с тобой на пиццу. Но пить мою, конечно, с вами не будем, боже упаси. В общем, мы сейчас будем переделывать, постараемся сделать максимально непохожими на то, что было. Надеюсь, у меня это получится. И вы, кстати, можете делать слаймы вместе со мной. Это будет очень прикольно, типа, вы переделываете, я переделываете. И посмотрим, у кого как что получится. Кстати, пишите в комментариях, кто делает слаймы вместе со мной или играет со слаймом и смотрит мои видео. Будет очень прикольно. А теперь давайте начинать. У меня здесь есть вот такая вот огромная торелка. Я уже как-то в ней переделывала слаймы, было очень-очень удобно. Начну я с вот этого огромного, зеленого, самого жидкого. Тот еще не такой жидкий слайм. Этот слайм просто как вода. Он даже булькает, как вода. Короче, открываем его. Он опять глазами. Ладно, давайте его выливать и смотреть, что... Оооо, вода пошла! Так, все. Дальше я не буду выливать. Там какая-то непонятная субстанция. Нафиг она нам нужна. Там цвет, тем более, цвет я все равно буду изменять. Давайте я его сейчас понюхаю. Пахнет, ладно, более-менее нормально. То есть, вроде бы, тухляком он не воняет. Теперь снова рубрика, где я беру салфетки влажные, которые я обязательно. И начинаю доставать все эти глаза, потому что глаза чуть мне не хочется в слайме. Поэтому мы их достаем. Такое все жидкое. Может, тут реально вода, слушайте? Может быть, тут вообще не было клея. Был слайм из воды какой-нибудь? Я не знаю. Кто знает, откуда был этот слайм? Может быть, вы помните? Я вот стопудово не помню. Может быть, вы недавно смотрели выпуск, где был такой зеленый слайм с глазами. Это по-любому из слайм набора. От Slime Time. Или вот Ninja Slime. Не понятно. А, это от Ninja Slime. Стопудово. И у них вот такие вот жидкие слаймы в итоге постоянно получаются. Короче, меньше болтаем, больше делаем. У меня остался вот клей немножечко прозрачного. Его я сейчас весь добавлю. Весь клей здесь, как вы понимаете, никуда. Тут непонятно, то ли вода, то ли это белый. Реально был клей. Поэтому в этот слайм обязательно я добавляю клюечек и уже начинаю это все перемешивать. Перемешиваю. Так. Текст. Все, я закрываю это, выкидываю. И теперь, смотрите, у меня будет какой ингредиент. Вы офигеете. Это детская посыпка. Давно я ее не добавляла в слаймы, которые из меня. Вот сегодня-таки наконец-таки настал ее день. Аккуратно это все перемешиваем. Может быть, попробуем что-то типа баттера сделать. Я не знаю, еще пока не придумала. Я ее так много что-то насыпала, что просто капец. Все просыпала мимо. Маша, ты молодец. Добавляю немножечко пены. Без пены и они я. Обожаю эту пену. Перемешиваем дальше. Опять я все засрала. Блин, вам не видно, но у меня здесь просто все. Вот там все. Но в посыпке, в присыпке, вернее. Это не посыпка, это присыпка детская. Она просто вся высыпалась за края чашки. И это так не круто на самом деле. Кстати, кто не знает, если вы добавляете пены белую, она очень хорошо помогает исправить цвет. Потому что она что дает? Конечно же, белый оттенок. А белый оттенок можно легко превратить в любой другой. И это очень-очень важно. Даже сейчас есть, конечно, желтый такой подтон. Но это не так страшно. Ведь мы все равно будем добавлять что-то. Конечно же. Какой-нибудь что? Краситель, конечно же. Я так думала, вы скажете краситель. А я такая, что-что-что-что. А вот такие краситель. А такая, что-что-что-что. Краситель. Ну, короче, вы поняли, да? Все, ребят. Я все это перемешала. И, по-моему, получилось просто идеально. Теперь я беру вот такой вот краситель. Обожаю этот фиолетовый оттенок. Реально просто его люблю. И добавляем. Вообще, я планирую сюда еще кое-что добавить. Но не знаю, что в итоге получится. Ладно, не будем загадывать. Может быть, я это что-то добавлять в итоге не буду. А я уже такая сказала. И вам таким уже интересно, что же это будет. Короче, сначала это все перемешиваем. За счет пены так сильно увеличился. Просто жесть какая-то. Да. Такие дела. Он такой большой. И цвет не очень насыщенный получается. Поэтому я, наверное, возьму красную краску. Да, реально красную. Посмотрим, что из этого получится. Она акриловая. И должна очень хорошо дать цвет. Перемешиваем. Надеюсь, не получится какашка. Я просто ни разу не смешивала красный и фиолетовый. И смотрите, она очень хорошо загущает слайм. И сейчас это прям видно. Потому что он начинает сворачиваться. Это для тех, кто не верит, что акриловая краска загущает слайм. Еще как загущает. О, ну неплохой оттенок получается. Мне нравится. Короче, все. Я все перемешала. И теперь смотрите, что сейчас будет происходить. Я сюда еще добавлю немножечко пены. Потому что, потому что мне сильно кажется красным этот цвет. Он прям такой красный-красный. И теперь добавляем потихоньку активатор. И перемешиваю. И, блин, я совершенно забыла добавить ароматизатор. А это самое главное. Сейчас я одной рукой мешаю, другой другой достаю ароматизатор. И у меня ароматизатор будет вот такой вот с ароматом крекеров. Самое главное его открыть. Потому что как-то у меня проблемы вот с этим вот ароматом крекеров. Арома, открывайся. Роман, открывайте, пожалуйста. Окей. Попробую вот этот открыть. О, с этим все классно. Это карамелька. Карамелизованная карамелька. Короче, я не знаю, или это с ароматом завтрака. Вот этих вот кукурузных штучек. Пахнет просто превосходно. Не важно, чем пахнет. Главное, что пахнет очень вкусно. Сразу же, если честно, аромат, аппетит просыпается. Потому что такой сладкий запах. А я сладкоежка. И, короче, все идеально сходится. Еще, походу, надо добавлять кокчевейчура. И теперь посмотрим, что будет, если все это замешать руками. Активируйся, 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 активируйся. Активируйся, активируйся. В общем, чтобы он был суперкрутым, я добавлю... Софт клей, беленький. Берем где-то вот столько. Столько. Надеюсь, этого было немного. Но слайм довольно-таки большой, поэтому, я думаю, все будет четко. Теперь мы это все с вами замешиваем. Вообще, были такие случаи, то, что слайм портили софт клейм? Скорее пишите в комментариях, это вообще реально сделать или нет. Он реально очень странный, типа... По-моему, у меня получилось сейчас только хуже. Вы посмотрите сейчас, во-первых, я все соберу здесь, то, что у меня есть на столе. И очищу тарелку, потому что грязная тарелка, это нехорошо. Чистая тарелка, почему голова? Но это не точно. Может быть, в него крема добавить, потому что у него текстура, как будто это тесто какое-то. Теперь все перемешиваем. Ну, сейчас хотя бы чуть-чуть лучше становится, потому что я совсем испугалась. Думала, вообще какая-то билиберда получается. Собираем все со стола, все-все-все полностью, полностью, полностью собираем этим рулетиком. И сейчас я, в принципе, наверное, готова вам показать, что у меня получилось. Сразу говорю, слайм не ахти. То есть, я не знаю, как-то я немножечко его закищачила. Или это софт-клей мне такой странный попался. Это тот, который... Короче говоря, я его не заказывала на Амазоне, как обычно, купила в слайм-магазине. И он стоил 400 рублей. Это намного дешевле, чем на Амазоне заказывать. И я думаю, что он подделка. Хотя написано, что сделаем в Японии. Может быть, просто цены такие. Не знаю. И давайте я вам покажу, что в итоге уже наконец-таки у меня получилось. Делаем розочку. Керемс. И размазываем. Слушайте, ну прикольно. Реально прикольно. Но он очень странный. Он... Смотрите сами. Он немножечко похож на какой-то слайм-теста. Но зато мажется супер. До добавления крема он еще и не размазывался. Нифига. Короче, крем мне помог. И несмотря на то, что добавила много посыпки, присыпки детской, он глянцевый. Как это получилось, непонятно. Но текстура у него реально такая прям... Я не знаю, как ее назвать. Я понимаю, что вам уже надоело, что я говорю, что она странная. Но она реально странная. Такая бархатная штучка. Прям на персик похожа. Честно, я даже не знаю, какую оценку этому слайму поставить. Поэтому я ее, конечно же, ставить не буду. Давайте вы напишите в комментариях, какую вы бы оценку поставили этому слаймику. Этому странному баттер-слаймику. Потому что это же у нас баттер, который у меня еще тут на руках весь остался. Давайте сейчас забабохаю, забабенькую, просто разочую. И прямо сейчас пишите оценку для этого слайма в комментариях, какую вы бы ему поставили. Он похож на суфле. Точно, я поняла, это текстура суфле. Новая текстура слайма. Слайм в суфле. Я не знаю, может быть, правда, уже есть такая текстура. Я далеко не первая придумала, но в любом случае у меня первый раз такое получилось. Сейчас давайте я уберу этот слайм в контейнер. Вот свой контейнер подъехал. Убираем его сюда. И походу, Ватсон у нас проблема. У нас очень много слайма. Он сюда даже не входит. Поэтому я беру еще такой контейнер. И в него помещаю. Слушайте, как идеально. Просто два слайма из одного. Это же супер. Наверное, еще вот так надо сделать, чтобы прям супер идеально было. Смотрите, какая красота. По-моему, просто превосходно. Этот слаймик мы с вами убираем в сторонку. Скрепите в комментариях, как он вам понравился или не понравился. Но теперь переходим к следующему. В общем, следующий слайм, он вот такой вот оранжевенький. И он очень жиденький. И я его хочу очень сильно исправить. Так что давайте выливаем его. Все, убираем в сторонку. Для этого слайма у меня есть вообще очень прикольная идея. Я буду использовать вот такой вот прозрачный клей. И сейчас я его добавлю немножечко. Если, конечно же, открою. Смотрите, какая здесь закупорка. Просто жестчайшая. Мне понадобятся ножницы. Изменения становятся все опаснее и опаснее. Боже мой. Я смогла это сделать. Я сняла закупорку. И теперь наливаем клей в слайм. Текст, 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 текст. Все. И вы сейчас офигеете. Знаете почему? Потому что я пока что ничего сюда не планирую добавлять, кроме активатора. Сначала мы это сейчас все перемешаем. Я с помощью клея просто попыталась увеличить объем этого слайма. И теперь сразу добавляем активатор. Хотя я вам наврала, я сюда добавлю еще такой ароматизатор, потому что он идеально сюда подходит. Вот такой вот классный, вкусный. Надеюсь, когда-нибудь я смогу придать его аромат. Теперь все это перемешиваем. Мне сейчас это все прозрачно будет так долго замешиваться. Просто писец. Боже, какой вкусный аромат. И уже, кстати, смотрите, уже потихонечку все замешивается. Как вы думаете, что я буду делать с этим слаймом? Скорее пишите ваше предположение в комментариях. Но пока вы пишите предположение в комментариях, я немножечко хлебну кофеечку. Приятного всем аппетита. Добавляем еще немножко. Главное не переактивировать. Я же могу. Вы же знаете. Так, теперь давайте потрогаем это все руками. Кипец, оно должно было быть прозрачным. Но когда-нибудь оно станет, конечно, прозрачным. Но сейчас оно просто так активируется. Все очень быстро. Поэтому оно уже все запозрилось и совершенно не прозрачное. Я добавила еще активатора. Мешаем дальше. Офигенно. Я смогла быстро вымешать этот слайм. Я прям сама себе не верю. Но это реально случилось. Он готов. Вы посмотрите. Сейчас я чищу ложечку. И вам его покажу. Но даже тарелка идеально чистая. Как это произошло. Я реально в шоке. Убираем это все в сторонку. И, собственно говоря, смотрите, что у меня в итоге получилось. У него такой необычный медовый цвет. Это такая небольшая подсказка. Что же я хочу с ним сделать. И блин, я его испачкала. Красная краска, которая у меня осталась на руках. Такой я классный слаймер. Но я же эти слаймы для себя делаю. Поэтому, конечно же, мне можно тут вообще все полностью жёшь раться. Классно кликает, я считаю. Надуваются пузыри. Даже у меня. А это самый главный факт. Потому что я рукожоп и не могу пузыри нормальные надувать. Я считаю, что огонь. Огонюшка получилось. И давайте делаем розочку. Вот такая вот красоточка. И теперь, смотрите, прикол. Вы сейчас вообще офигеете. У меня остался вот такой вот контейнер. Помните, у меня слайм разлился? В принципе, можно будет наклейку снять. И вообще, типа, это мой слайм. У меня без разницы. У меня здесь есть ещё вот такие вот наклейки. Которые, типа, с ценой остались. Да ладно, пусть они будут. Вообще пофиг. И у меня здесь, смотрите, остались, короче, джели-кюбы. Которые я сейчас немножечко почищу. В общем, пусть они внизу там лежат. Блин, немножко грязные всё равно. Так, это мы всё убираем. Это мы всё убираем. Тут, конечно, наверное, был слаймик получше, нежели, чем я его сделала. Но в любом случае, я решила, что добру пропадать, джели-кюбом, контейнеру. Я попробую изменить какой-нибудь слайм. И, собственно говоря, у меня получилось сделать максимально похожий слайм. Ну, мне так кажется. Короче, я в свой слайм добавлю немножечко вот такой вот штуки. Слюды. Я её сюда засыпаю. Красная такая, жёлтенькая. У меня здесь даже где-то был шармик, который был с этим слаймом. И мне кажется, я его даже нашла. Смотрите-ка ещё. Я его реально нашла. Офигеть. Он тоже какой-то весь грязный, как обычно. Всё у меня грязное. Так, его мы оставляем. И что бы мне ещё туда добавить? Ну, наверное, типа всё. У меня здесь просто целый склад всяких штутик. О, золотые блёстки, золотые. Засыпаем мы их сюда. Конечно же. И вот сюда тоже засыпем. Что же им пропадать-то? У нас будет золотой мёд. Слушайте, круто выглядит. У меня здесь ещё вот такие вот жёлтые блёстки. Я их тоже сейчас открою. И сейчас будет вообще преступление века. Первым делом мы с вами делаем розочку из этого чудесного слайма. Офигенски. Вы посмотрите, как смотрится круто с блёстками. Класс, да? Офигенно. Теперь мы это всё засыпаем вот так вот. И уже можно просто делать фотку и продавать. Смотрите, какая красота. Теперь мы это всё замешиваем. Достаем этот всё-таки шармик. Потому что шармик я буду сверху помещать. И помещаем этот слайм в контейнер. Блин, немножко его не хватает, конечно. Но да ладно. Ничего страшного. Слаймер пожалел слайм. Но мне нету реально больше сливочного. Я могла ещё клей, конечно, добавить. Но кто же знал. В общем, я добавила. Видите, блёстки. Закрываем теперь этот счёт. И добавляем сюда вот так вот тот самый шармик. И смотрите, что в итоге получилось. По-моему, просто супер. Я использовала контейнер, который я могла выбросить. Я использовала джелик юбы от другого слайма, который я могла выбросить. Я использовала шармик, который я могла выбросить. Я использовала растаявший слайм, который я могла выбросить. Но я его спасла. Я просто добавила клея и немножечко волшебства. И вот что в итоге получилось. и скрепите в комментариях, как вам это изменение второго слайма. Ну, а теперь я предлагаю это все замешать. Смотрите, как клево. В общем, все замешиваем. Посмотрим, как это будет смотреться. Там же ликюбы, надеюсь, тоже размешаются, перемешаются. О, лайфхак. Давайте попробуем увеличить этот слайм. Как раз-таки это будет сейчас на руку, потому что, ну, как бы он немножечко малова для этого контейнера. В общем, что-то надо делать 20 раз. Сделать вот так вот, да? Сейчас попробуем, попробуем, попробуем. Он начал уже рваться. Это не есть хорошо. Короче говоря, как-то так. Делаем розочку. Смотрите, что получилось. Хрустим. И помешаем сюда. Ну, немножечко он, конечно же, увеличился, но совсем чуть-чуть. Теперь закрываем. И все, теперь можно этот слайм продавать за 300 рублей. Почему бы и нет? Скорее пишите в комментариях, какое изменение вам понравилось больше. Первое или второе. Напоминаю, это первое изменение, а это второе изменение. Здесь, конечно, цвет не сильно поменялся, но такова была моя задумка. Ну, а здесь вообще, ну, как бы выглядит, конечно, очень грустно, но это же баттер. Тут, как бы, и блестки, и шарминки не очень нужны. В общем-то, спасибо за просмотр. Скорее ставьте лайк, если любите слаймики. Подписывайтесь на канал, также пишите в комментариях, что вы еще хотите видеть на этом канале. Но я вас очень на всех люблю, и камера у меня действительно трещется, вам не показалось. Увидимся с вами совсем скоро. До скорости всем. Пока!